Музыка Меня зовут Тимченко Ольга Дмитриевна, я старший научный сотрудник ботанического сада. Я занимаюсь луковичными растениями, которые не зимуют в открытом грунте. Это представители Африки и Южной Америки. Ну вот я сейчас хочу вам показать очень интересное растение. Называется оно, научное название, полиантис тубероза, полиантис клубненосный. Ну в народе его называют просто тубероза. Туберозу широко используют в парфюмерии для изготовления дорогих духов. Это очень красивое растение, обладает очень приятным ароматом, сильным ароматом. Он мне напоминает этот жасмин. Только не тот жасмин, который у нас называют жасмин-чубушник. А есть тропический жасмин, его выращивают в комнатах, в теплицах. Вот это сорт, жемчужина, перл сорт. Это махровая тубероза. Есть еще виды, которые не махровые. У него цветок как восковой. В бутонах она розовая, а потом переходит в белая. Растягивается цветение, вот если вот такой вот участочек, где-то на месяц может растянуться. Там то одни растения расцветают, то другие, то крупнее луковички, то мельче. Может стоять в срезке. Она будет стоять в вазе где-то неделю. Ну, нижние цветки будут перецветать. Их надо тогда удалить, потому что у них будет не декоративный вид. Но в квартире, где вы спите, лучше ее не ставить. Потому что у нее очень сильный аромат. Может заболеть голова. Это растение из Южной Америки. В уходе оно несложное. Но на зиму ее нужно выкапывать. В наших условиях она не зимует. Размножается она клубни луковицами. Одна луковичка цветет один раз в жизни. Потом она пропадает, но вы ее сможете определить. Отверстие в луковичке образуется. Отверстие. И она больше не цветет, но она может давать детку. Можно подращивать, тогда оно расцветет раньше. Так оно у нас расцветает в конце сентября, в начале октября. А если его подрастить, в апреле высадить в лоршки, а потом в землю, то оно расцветет на властной участке раньше.